Математика Выполнять деление на 2 и составлять таблицу деления на 2. Но для начала давайте с вами вспомним, как называются числа при умножении. Верно. Первый множитель, второй множитель, произведение. Скажите, пожалуйста, а как и с чем связано действие умножения? Действие умножения связано с действием деления. Вспомните, как найти неизвестный множитель. Молодцы! Чтобы найти неизвестный множитель, надо произведение разделить на известный множитель. А теперь давайте вспомним, как называются числа при делении. Правильно. Делимое, делитель, частное. А как мы можем найти неизвестное делимое? Верно. Чтобы найти неизвестное делимое, надо частное умножить на делитель. А как мы сможем найти неизвестный делитель? Верно. Для этого мы должны делимое разделить на частное. Итак, мы с вами повторили основные правила, которые помогут нам для решения примеров, задач и уравнений. А сейчас, ребята, мы рассмотрим задание из нашего учебника математики, которое находится на странице 83, номер 1. Внимательно посмотрите на рисунки и примеры, которые записаны под ними. В этих примерах пропущены числа. Нужно внимательно посмотреть и подумать, как нужно правильно заполнить пропущенные окошки. Какое правило нам поможет решить это задание? Верно. Нам поможет правило нахождения неизвестного множителя. Обратите внимание на первый рисунок. Посмотрите, как расположены кружочки. Верно. Их два ряда по три кружочка в каждом. Сколько всего? Сосчитали? Их шесть. Это можно записать примером на умножение. Три умножить на два получится шесть. А как получить частные, которые неизвестны в первом столбике? Нам поможет пример на умножение и наше правило нахождения неизвестного множителя. Шесть разделить на два получится три. Шесть разделить на три получится два. Аналогично решаем второй столбик. Давайте сосчитаем кружочки на втором рисунке. Правильно. Их восемь. Потому что четыре умножить на два получается восемь. С помощью этого примера мы можем найти неизвестные частные. Восемь разделить на два получится четыре. Восемь разделить на четыре получится два. А теперь внимательно посмотрите на третий и четвертый столбики. Чем они отличаются? Да, правильно. В них неизвестно уже два числа. А как называются эти числа? Эти числа называются делимое и частное. Давайте решим пример из третьего столбика. Пять умножить на два получается десять. Заполняем пропущенные числа. Десять разделить на два получится пять. Десять разделить на пять получится два. Аналогично разбираем четвертый столбик. Шесть умножить на два получается двенадцать. Используя правило нахождения неизвестного множителя, находим пропущенные числа. Двенадцать разделить на два получается шесть. Двенадцать разделить на шесть получается два. Оставшиеся столбики в этом номере я предлагаю вам решить самостоятельно в домашней работе. А сейчас приступаем к решению задания номер два на этой же странице восемьдесят три. Рассмотрите, пожалуйста, столбики примеров. Что вы заметили? Верно. В каждом столбике по два примера на деление. И еще в каждом столбике одинаковые делимые. Какое произведение поможет найти значения частных в каждом столбике? Кто уже догадался? Верно. Два умножить на шесть получается двенадцать. Произведение каких чисел поможет нам решить примеры второго столбика? Верно. Два умножить на девять получится восемнадцать. А теперь определите произведения, которые помогут решить остальные примеры. Два умножить на восемь получается шестнадцать. Два умножить на семь получается четырнадцать. Два умножить на четыре получается восемь. Итак, мы с вами прорешали примеры, повторили правила нахождения неизвестного множителя. А сейчас давайте с вами вспомним таблицу умножения на два. Ведь вы же ее уже знаете. Раз есть таблица умножения, значит существует и таблица деления. А как вы думаете, на что мы должны опираться, чтобы составить таблицу деления? Верно. На таблицу умножения. Вспомните, пожалуйста, таблицу умножения числа два. Используя таблицу умножения на два, составим таблицу деления на два. Прочитайте ее. Четыре разделить на два получается два. Шесть разделить на два получается три. Восемь разделить на два получается четыре. Десять разделить на два получается пять. Двенадцать разделить на два получается шесть. Четырнадцать разделить на два получается семь. Шестнадцать разделить на два получается восемь. Восемнадцать разделить на два получается девять. Итак, вы сегодня хорошо поработали на уроке. Мы с вами прорешали примеры на умножение и деление, составили таблицу деления на 2, которую вам необходимо будет дома выучить. Я думаю, сегодняшние знания помогут вам справиться с домашним заданием. Домашнее задание у вас будет в учебнике на странице 83, номер 1, 5, 6, 7 столбики. Вы должны заполнить пропуски в клеточках. И номер 3, где вам нужно будет решить задачу. До свидания. Продолжение следует... Трава, кот, машина. Все бездействовали. Но однажды все изменилось. Трава стала расти, колыхаться, зеленеть, цвести и пахнуть. Кот бегать, спать, мяукать, охотиться. Что же произошло? Да просто пришли глаголы. Они не могут смотреть на это бездействие. Они всех заставляют что-то делать. Скажите, что стала делать машина? Машина стала ездить. Машина стала сигналить. Машина стала перевозить. Машина стала буксовать. Сегодня на уроке мы узнаем, что такое глаголы и на какие вопросы они отвечают. Рассмотрите рисунки. Что делают дети? Девочка пишет. Мальчик играет. Девочка что делает? Пишет. Мальчик что делает? Играет. Слова ребята пишет. Играет. Обозначают действие предмета. И отвечает на вопросы что делать, что сделать. Глагол это часть речи, которая отвечает на вопросы что делать, что сделать и обозначает действие предмета. А теперь, ребята, рассмотрим интересные примеры. Прочитайте предложение. Девочка играет. Кто девочка? Это подлежащее. Подчеркиваем одной чертой. Девочка что делает? Играет. Это сказуемое. Подчеркиваем двумя чертами. Скажите, ребята, какие еще глаголы мы можем подобрать? Девочка рисует. Девочка танцует. Девочка поет. Заяц ест. Кто? Заяц. Заяц. Это подлежащее. Подчеркиваем одной чертой. Заяц что делает? Ест. Это сказуемое. Подчеркиваем двумя чертами. Какие еще глаголы, обозначающие действие, можно подобрать? Грызет. Грызет. Прыгает. Бегает. Лиса охотится. Кто? Лиса. Это подлежащее. Подчеркиваем одной чертой. Лиса что делает? Охотится. Это сказуемое. Подчеркиваем двумя чертами. Какие еще глаголы, обозначающие действие, можно подобрать? Лиса грызет. Прыгает. Бегает. Какой частью речи выражено подлежащее? Подлежащее выражено именем существительным. Какой частью речи выражено сказуемое? Сказуемое выражено глаголом. А сейчас, ребята, я вам предлагаю выполнить следующее задание. На доске перед вами записаны слова. Ваша задача выбрать глаголы. Рисовать. Правильно, глагол. Отвечает на вопрос, что делать. Картина. Бегать. Правильно, бегать. Это глагол. Отвечает на вопрос, что делать. Веселая. Цветок. Учить. Что делать? Учить. Это глагол. Отвечает на вопрос, что делать. Шагает. Глагол. Отвечает на вопрос, что делает. Молчит. Чит. Это глагол. Отвечает на вопрос «что делает?». Растет. Правильно, это глагол. Отвечает на вопрос «что делать?». Читает. Правильно, это глагол. Отвечает на вопрос «что делает?». Холодный. Богатый. Молодцы, хорошо справились с заданием. А сейчас, ребята, поработаем с пословицами. Что такое пословица? Это краткое высказывание, содержащее народную мудрость. Я буду называть вам первую часть пословицы, а вы подбираете глагол. Мир строит, а война разрушает. Смелый побеждает, а трус погибает. Труд кормит, а лень портит. Человек от лени болеет, а труда здоровеет. Молодцы, ребята, хорошо справились с заданием. Таким образом, ребята, сегодня на уроке мы узнали, что глагол – это часть речи, которая отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?» и обозначает действие предмета. Итак, ребята, домашнее задание. Дома вам нужно будет выполнить на страничке 69 учебника упражнение 119. Прочитайте слова, докажите, что это глаголы, поставьте вопрос глаголом. На какой из данных вопросов отвечает каждый глагол? Придумайте предложение с любым глаголом, запишите это предложение и подчеркните сказуемое. Спасибо за внимание, до новых встреч! Здравствуйте, ребята! Сегодня наш урок я начну с веселого стихотворения. Послушайте его и догадайтесь, о ком пойдет речь сегодня. Он и весел, и не злобен, этот милый чудачок. С ним хозяин, мальчик Робин и приятель Пятачок. Для него прогулка – праздник и намет особый нюх. Это плюшевый проказник, медвежонок Винни-Пух. Сегодня мы говорим о Винни-Пухе. Тема нашего урока – песенки Винни-Пуха Бориса Захадера. Приключения медвежонка Винни любимы как взрослыми, так и детьми. Книга Винни-Пух и все-все-се заняла 17 место в списке наиболее ярких и значимых произведений, опубликованных в 20 веке. Ее написал английский писатель Аллан Милн. В ней собраны рассказы о героях Винни-Пухе и Пятачке. По сценарию книги сняты мультфильмы на русском и английском языках. Книжки о медвежонке Пухе были переведены на 25 языков и заняли свое место в сердцах и на полках миллионов читателей. В 1985 году Винни-Пух был блистательно переведен на русский язык Борисом Захадером. Борис Владимирович Захадер родился в 1918 году. Это советский российский детский прозаик, поэт, переводчик, сценарист. Родился в Молдавии. По собственному признанию был очень приличным мальчиком. Он очень много читал и сильно любил животных. Основная тема его стихотворения – это мир животных. Среди персонажей его детских стихов и хорьки, и страусы, и кенгуряты, и антилопы, верблюды и другие животные. Мультфильм Федора Хитрука снят по сценарию Бориса Захадера. В нем много песенок Винни-Пуха. Их придумал Борис Владимирович. А озвучил Винни-Пуха в этом мультфильме наш советский актер театра и кино Евгений Павлович Леонов. Давайте прочитаем первую песенку, которую написал Борис Владимирович. А называется она «Ворчалка». Ну это прямо чудеса. Итак, в этой песенке Винни-Пух задает себе вопрос, куда же девался его мед. Но он придумывает разные доводы, старается предположить, куда он мог подеваться. Но, конечно же, на самом деле он его съел. И даже сам этого не заметил. А вспомните, пожалуйста, кому же предназначался этот мед. Он нес его осликуя в качестве подарка на его день рождения. Следующая песенка называется «Дорожная шумелка». Ее пели Винни-Пух и Пятачок, когда шел снег. Иду вперед, терлим-бом-бом, и снег идет, терлим-бом-бом. Хоть нам совсем, совсем не по дороге, но вот терлим-бом-бом, скажите, вот терлим-бом-бом, скажите, отчего так зябнут ноги? Вы заметили, что в этой песенке необычные слова терлим-бом-бом. Они даны для придания мелодичности и никакого смысла за собой не несут. Просто Винни-Пух любил петь песни, и они у него складывались сами собой. И веселые, и грустные, в зависимости от его настроения. Давайте прочитаем первую песенку Винни-Пуха. Она так и называется. Первая песенка. Если я чешу в затылке, не беда, в голове мои опилки, да-да-да, но хотя-то мои опилки, но кричалки и в опилки, но кричалки и в опилки, а также шумелки, пыхтелки и сапилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Проведем словарную работу и выясним смысл незнакомых слов. Затылок – это задняя часть головы. Чесаться в затылке означает жест, выражающий нерешительность, затруднение. Итак, как называют свои песенки Винни-Пух? Кричалки от слова кричать, вопилки от слова вопить, пыхтелки от слова пыхтеть, шумелки, да, шуметь. А следующую песенку, которую мы сейчас с вами будем читать, пел Винни-Пух со своим другом. Вспомните, какой был друг у Винни-Пуха. Конечно же, пятачок. Она называется песенка вторая. Итак, куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. Да-да, вернее, нет-нет. Зачем шагаем мы вдвоем? Откуда и куда? Секретов мы не выдаем. Нет-нет, вернее, да-да. Итак, куда же шли Винни-Пух с пятачком? Вспомните, ребята. Конечно, они шли в гости к кролику. Из песенок видно, что их сочинял Мишка, у которого в голове были только опилки. Он то и дело сбивался, ошибался. Давайте подведем итог. Что же мы сегодня узнали на уроке? Сегодня мы узнали, кем был Борис Владимирович Захадер. Познакомились с его песенками. И скажите, какие же впечатления у вас вызвали эти песни? А дома вам надо будет приготовить выразительное чтение этих песенок и попробовать пропеть одну из них. Страница 136-138. До новых встреч. Спасибо за урок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова